всем привет это веселый кит сегодня со мной понь и майор всем привет тем доброй ночи да и мы стримим сегодня мы втроем будем освещать матч 1 8 суперкубка гладиаторов сегодня сражаются и сейчас будут сражаться команды wild spirit из россии и ptf из польши так ну что товарищи какой у нас расклад какие у нас есть вводные что мы можем сказать нашим зрителям давайте решим что озвучим первым в первом я думаю что в любом случае озвучивая команду спирит а потом уже ну давай давай начнем то с капитана капитан у нас кто он у нас левый я правильно понимаю по у нас капитан дарт вот этот первый первый момент да и когда вот уже раз и вот видишь вот я мысли стереотипами да тем временем я вижу что команда уже расходится в тимспике по комнатам и тогда мы совсем скоро совсем скоро сможем уже начать трансляции непосредственно боя так но по составу у нас у волк спирит это простон агро коджит citizen сотник дартаньян и илья вейдер состав игроков из команды ptf тогда я доверю озвучить по нему пони справишься нет а почему как то что не видал так а вон они этим два ладно неловкая неловкая ситуация хорошо я озвучиваю тем временем игроков из команды ptf кусте pft прошу прощения pft разумеется это же закал видимо это жакал шакал наверное это капитан даже стоит в скобочках это да да почти второе да bartok txt damianus 28 mordormaster pl и the nightmare pl это все по-моему слушай как-то мало а их пятеро их всего лишь пятеро ну значит у них одна замена ну да значит всего лишь одна замена да и я вижу что на стриме даже появился angry cat вместе с эболитом вот на мандус привет привет всем привет рад что вы нас уже смотрите так илья вейдер снова пытается меня покнуть на прошлом стриме если кто не в курсе меня не стояло отключение уведомлений поэтому все было очень громко и на стриме все было слышно но теперь этот номер не пройдет я усвоил этот урок так ждем пароля и название комнаты тем временем а собственно не ждем господа я щас вам скину в личные сообщения у нас есть у нас уже есть логин пароль вы получили или нет 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 ничего не получили первое это хост комнаты второе это пароль и лучше это не озвучивать на стриме мм ну да 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 на всякий случай подсоединяемся в машину так что могучить чуть позже попасть так да я вошел все правильно сразу стоим режим арбитра давайте пони и тогда я убираю заглушку и вот вы можете видеть пока еще почти пустую комнату где только есть мы два арбитра что ждем заполнения комнат игроками соответственно там скорее всего идет сейчас жеребьевка да наверное жеребьевка решается какие самолеты будут выбраны напомню что напомнить я думаю стоит как что для группы c это у нас пи 39 н ноль сша второй ранг спидфайр fmk9 британия третий ранг и ла 5 f ссср третий ранг я не ошибся да совершенно не ошибся ну отлично да и слушай судя потому что я нет это это зашел это зашел арбитр я просто ну что кто-то выбирает японию стрим уже идет стрим уже идет все вновь привыкшим да согласен что жаль качество выбирать нельзя и я тут вижу интереснейшее сообщение что скай ветер с angry cat болеет за вал спирит это очень приятно ребят я думаю что ребятам это тоже будет очень хорошо это канал те болеют не за польшу за красивую игру и то что мы взял спирита мы все таки стараемся быть максимально беспристрастным правда же но мы очень постараемся но мы действительно за красивую игру понимаешь я надеюсь что просто будет красиво вот нам покажутся знаешь вот как вот последний бой то что я видел это было бы очень классно действительно хочешь настолько переживательных боев конечно слушай ну и понимаешь смотри одна восьмая вот то что то что показали до радлеры и сквад с юнайтед да особенно вот 4 на 4 когда просто таран демогена и ягера слушай но меня это просто поразило то есть ну даже 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 был даже был мне поразил не сам фактор на насколько это было в общем-то четко как это было прям смотрелось ладно что-то как-то игроки пока не появляются тут уже пошли шутки кстати про мышки от игроков видимо полка эйс или от тех кто да ну ладно бывает и такое кто-то не может до сих пор простить да ребят посмотрите я слежу за слежу за потоком у меня потери кадров 0 целых 000 и далее по списку поэтому не надо не надо тут про 7-8 килобит в секунду все нормально я слежу ребят понь майор ваши давайте попробуем все-таки прогнозы раз пока игроки не заходят ну смотри какие-то прогнозы было бы хорошо делать да она хороши были известны соперники для меня они ну не сталкивался с ними поэтому какие-то прогнозы делать на основании столь скудного бандах извини конечно все все я думаю мы увидим в процессе первых боев один на один там можно будет хотя бы оценить ты знаешь смотри тут еще можно как но можно знать сделать такой первичный анализ то например можно будет посмотреть когда игроки зайдут в комнату что-то жеребьевка немножко правда затянулась ну ладно можно будет посмотреть на карточки игроков мы сможем быстренько их разобрать тем более что их пятеро перед первым боем прямо посмотреть у кого налет на чем и т.д. и т.п. это конечно не не даст нам полной картины но хоть что-то мы увидим понимаешь если ты будкин там сороковые уровни да но спорно спорно ну спорно это хоть что-то понимаешь до дуэли до дуэли вот это будет единственный вариант как мы сможем оценить ребят вообще правда мне мне говорили разные люди про эту команду кто-то говорил что но они так себе кто такой что слушай они весьма бодрый поэтому не расслабляйтесь но я не слышал такого что знаешь как бы это такая фигня и я не вообще никто ничто но никто ничто в принципе не могли показаться в суперкубке надо это понимать поэтому поэтому вот поэтому в любом случае боя будет я думаю относительно напряженность в той или иной степени для кого это другой вопрос мы абсолютно с тобой согласен и извините на шару в финал не попадают в любом случае ну давай да все таки как-то это чуть-чуть покорректно но в принципе да я с тобой согласен просто так абы кто ему путь заказан тут кстати сейчас в комментариях выясняют что настоящий ли киа фокса сидит у нас на стриме вроде как выяснили что дни настоящий и да у нас даже слушают даже представители польши я вижу на стрим потому что видимо это польский язык я не знаю вот кто вы умеете по польски вообще товарищи вы можете в польский совершенно не не в какой но польский витом и ржегном я думаю что это все-таки не по-русски но или это какое-то заклинание значит на удачу ну ты знаешь с другой стороны google нам помощь я так думаю а вот можешь да можешь я просто не хочу пока льта лица я постараюсь смотри дик ну а ты вот собственно зайди на стрим на стриме сидишь зачем диктовать я на двух компах сразу сижу так что а ну то есть ты видишь ты видишь чатик да абсолютно она отлично отлично привет нашим польским друзьям ребят дайте все-таки без оскорблений в чатике но правда это как-то некрасиво у нас это да да соперники но мы все играем в одной игре мы все все-таки знаете как-то все свои опять же можем пересечь да поэтому придайте мирно спокойно все хорошо что это значит если это все цензурно только что ты сейчас рассказывают это надо добре первое слово первое слово это привет второе слово мой гугл почему-то не переводит ну а привет 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 нашим польским друзьям так слушай а почему никто не заходит нет интересно посмотри уже 2314 и команд пока нету ну видимо какие-то технически может быть неполадки может быть что-то с жеревкой не то может быть долго жеребятся припираются припираются начал лететь но ты знаешь в принципе я так посмотрел да если я правильно понял то в группе c там в общем-то выбор самолетов он ну как сказать ну не знаю звездный не звездный ну как бы значит вот если скажем в группе где есть фридрих да там фридрих но сто процентов обычно выпадает ну потому что это фридрих его все знают такая лошадка прям потому что это классика скажем да 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 абсолютно абсолютно это классика такая вот уже который себя хорошо зарекомендовал там и все правильно да hello poland hello poland and for you for you good fun я смог в английский а нет не смог да тем временем в чате продолжается выяснение ты видишь да продолжается выяснение отношений между абсолютно их между человеком который называет себя тузом и человеком который называет себя киа фоксом в общем веселье ты знаешь я ожидал смотри туда же уже 22 представители от славного полка тузов да ну смотри 76 человек это это уже неплохо так тем временем зашел шакси из винтов он у нас как как арбитр до проходят что посмотрим спик я переключусь посмотреть там что вообще какая движуха идет до шакси это он находится в комнате в комнате с вал спиритами а зербах отправился команде пфт вместе с капалом так 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 но стоит отметить что сейчас вот в этой части турнира то есть третий заключительный когда встречается восток западом очень удобно организованы сами бои то есть не четыре человека одновременно вылетают а каждого можно рассмотреть так внимание внимание срочные новости наконец начали появляться игроки в комнате и самолет на котором сегодня полетят команды такие 61 отцу который второй ранг который у нас это сам это пулеметный да да это пулеметный 2 до 4 пулемета 12 и 7 вот я сейчас вывожу вывожу характеристики на экран они мелькают но вот все могут прочитать не такая маневрная машина как например фридрих ну и по и вооружение соответственно чуть послабее да вот ки-61 ки-61 да 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 все так команда уже заходит и я думаю бой начнет всем скоро да всем кто нас только начал смотреть сегодня сражаются игроки из полков вэлспидит и пфт сражаются в одной восьмой гладиаторов суперкубка зима это зима 2015 года а если кто-то в танке не знает какой сейчас месяц мы ждем ждем первого раунда режим один на один где соответственно команды смогут друг друга попробовать впервые впервые на этом турнире слушайте 61 не знаю почему он был выбран ки-61 а если кого они там еще выбирали да посмотрим тебе не нравится эта машина по моему этот этот машина во второй группе слушай я ее очень люблю там как раз мать там как раз и фридрих и як-1 в группе b еще як-1 и фридрих понимаешь поэтому допусти что был выбит например фридрих ну вот вот интересно ты немножко сейчас фонишь фонишь немножко ничего 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 забаним нет этого делать не буду нет ну просто як-1 я могу еще понять потому что як-1 но действительно не все не все на нем могут и но понятно фридрих то это действительно классика ладно нестандартно достаточно думал что фридрих но нет 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 срочно слушай а тем временем в чате пожар а ты как можешь прокомментировать ки-61 довольно своеобразная машина насколько я помню она довольно плохо ролится но очень хорошо ты даже может работать знаешь вот вообще честно так да давайте там готовность эти готовность готовность матч стартинг все зербах объявил готовности в 30 секунд все проверяем готовность и первым видимо пойдут дарт и мордор мастер из польши удачи удачи пфт удачи вал спирит и дуэль начинается вообще вот такая небольшая ремарка из японцев я наверное больше люблю красимисты кишек ки-61 наверное я их просто знаешь вот на на зерошках вот честно не моя машина абсолютно а вот кишка она такая знаешь мне приятно и понятное ну ладно это сейчас уже не важно потому что сейчас в центре внимания будет дарт и мордор дать это распределимся я тогда послежу за мордором наверное пони майор вы тогда за дартом хорошо напоминаем что 40 секунд нельзя открывать огонь кстати и затягивание боя в том смысле что вы вылетать из зоны тоже не стоит это чревато падением очков и как следствие проигрыша поэтому действие будет достаточно сконцентрированным никаких затягиваний никаких попыток бегста так ну насколько вижу дарт идет чуть выше мордора да он пошел чуть больше в набор мне кажется сейчас они даже уже сравняются например на одинаково да и вот они расходятся дарт доворачивает а мордор идет мордор через что он через мертвую петлю да заложил ну да он он пытался вот сейчас пытался поймать дарта на закрылочках вот видно было что на закрылочках они расходятся близко и да ну на всякий случай выстрелил тут конечно без шансов это было а вот сейчас опасно опасно по дату может быть огонь прострел прострел нет это не шесть прострел но он бы не вывернул но если хорошая очередь то там крыло или тот же самый того же самого пилота можно было выбить и вот уже вот уже ситуация почти обратно дарт чуть 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 не хватило чтобы довернуть виражится пилоты стоят в вираже и вот значит вот дар час по моему он сейчас вот опасно и подставляется дарт и подставляется на посадочных закрывках немножко не хватает энергии мордору и дарт видимо это знает но все равно рисковал рисковал смотрим да дневой контакт есть есть поражение дарте или нет пока что да есть немножечко немножечко крылья ему побили крылья побили дарт но при этом дарт держит высоту мордор по мордор без энергии слушай если дар час быстро сможет перевернуться что собственно он и делает да что собственно дарт и делает и вот уже ситуация абсолютно другая потому что дарт уже атакует длинной очереди бьет по мордору и поджигает его красава рисковал дарт рисковал видим подбитое правое крыло действительно так и было мордор горит дарт уходит снова вверх не рискует и возможно сейчас будет последнюю очередь для мордора да все минус крыло в первом раунде режим 1 на 1 победа остается за вал спиритами 1 очко записывать дарт аньян но одно очко в смысле в рамках раунда разумеется ай-яй-яй пишут фанаты команды пфт ай-ай-ай согласен ай-яй-яй да победа пока победа но это опять же ничего не значит и вот как раз крайний крайний бой адлеров с квадз юнайтед показал что до 4 на 4 до режима 4 на 4 рано вообще чем то говорить отлично напоминаю что после боя сразу ставим готовность потому что всего лишь 30 секунд и будет следующая пара если лагает ребят извините но не у меня я проверяю у меня потери кадров 0 процентов поэтому это значит у вас что-то с интернетом у меня все хорошо как тебе как тебе первый бой а зачем перезагружить перезагружать меня как бы у меня все идет у меня вот и смотрите у меня вот все хорошо по битрейту я смотрю все нормально да ну могу с тобой согласиться довольно смелое решение принял дарт ну вот ты видел он подставлялся он же подставлялся он реально вот если бы он реально мог получить абсолютно хорошо получить если бы мордор то есть как бы да он рискнул это того стоило в итоге того стоило если бы мордор бил бы чуть поточнее его да или там если бы не разменял бы немножко энергию то в общем то у него все получилось бы но и дарт уже был бы в невыгодном положении ты знаешь на сей момент она была единственным решением которое он мог принять скрипло с подбитым уже крылом так ну подбитым знаешь отбитого время выключил закрылки на самом деле на да 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 молодец не так молодец как бы в общем то все получилось да ребят если если вдруг что-то то просто нажмите кнопочку обновить то обычно это действительно должно помочь вот правильно пишут в чатике да чат слушать от каши просто шикарный там уже там уже просто все серьезно так а тем временем сотник против дамьяноса дамьяноса 28 если быть точным смотрим сотник сотник пошел в набор а дамьянос тоже ну да не оба в наборе сколько это 15 да нет десяточку до десяточка да в десяточке они так идут а тем временем сотник а 40 да ну сотник выровнялся он видимо решил что важно набрать энергию собственно вот я помню как вот я летал на кишке уже на конкретно пулеметы не летал давно но она в общем-то энергию набирает не очень охотно то есть лучше и общем-то так не отдавать просто обратно вот помните как пытался довернуть мордор еще не получалось сотник спокойно не обращая внимания на дамьяноса проходит и сразу же начинает развороты значит мне кажется дамьянос он выйдет первым на огневой рубеж до прострел прострел по сотнику по-моему вот вот он был пытаться повторить маневр дарта вот из прошлого боя нет не показалось вот тоже тоже было тоже было по-моему идея и тоже только вспомнила чуть другое ну так-то да что у нас по ситуации дамьянос чуть выше и у него как у него с энергии у него энергии больше да у него энергии больше тем или сотник но сотни купил закрылки пытается довернуть пытается довернуть оба самолета виражится и потихонечку по спирали спускается все ниже и ниже посмотрим кто кого перевираешь но повреждению сотника вроде нету у дамьяноса их тем более не должно быть я не вижу пока смыслами переключаться него решение у сотника просто нет но по-моему сотник потихонечку догоняет то есть вот я сейчас пытаюсь понять а по-моему дамьянос он просто он вишен он ушел вниз вот смотри вишен сейчас вот и вот видишь вот вот довернул не вот не доворачивая сотник не получается у дамьяноса больше энергии как вы мне сейчас видишь пухнул да да он сейчас не сухнул но при этом есть участник довернет а сотник недовернет я пришлюсь на дамьяноса чтобы увидеть и вот вот дамьяноса смотри чуть-чуть не хватило если переключился чуть-чуть не хватило еще немного и можно было бы можно было бы атаковать сотника и знаешь вот такой же маневр очень похожий да но вот смотрите сейчас сейчас он будет атака энергии у дамьяноса больше атака сейчас будет по-моему нет и нет вот нет вот говорю про кишку вот говори про кишку кишка вот она в этом плане она все-таки не фридрих мишку смотри до того боя на фридрих это другой и ухты близко прошли ребята за унылый стрим спасибо большое валинатор ну окей буду дальше делать как можно более унылые стримы ребята ребята плотом стали вираж но по-моему все таки у майор 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 микрофон спасибо и дамьяно все-таки пытается постоянно вернуть до сотника но у сотника сейчас у него преимущество по высоте и вот огонь огонь дамьяноса дамьяноса не хватает ну вот вот знаешь буквально вот еще чуть чуть-чуть и сотник сотника сейчас подставляется на самом деле ему бы а вот что ему кстати ты даже не знаешь что сейчас делать продолжать кружиться но находит видно повыше старается перекрутить дамьянос опять пытается да знаешь я помню сейчас вот он но скорее всего не хватит вот сейчас посмотрим значит я сейчас лежу вроде на самом деле можно можно нет не хватает все таки нет не хватило показалось а вот сейчас видим смотри вот маневр дарта вот уже видишь уходит мертвую петлю и опа почти заглушил двигатель но если довернет если вывернет машину то будет шесть и шесть в дамьяноса огонь браво браво молодец молодец 20 в первом раунде 20 ребята как будто тренировали ну ты знаешь нет просто сотни мне кажется сотник сотник долго думал что с ним делать в результате в результате бац и наступили на те же грабли в итоге и ну ты знаешь не то что наступили просто сотников значит мне кажется он до последнего до конца не знал как конкретно выкрутиться то есть он рискнул да он придумал все-таки взял немножко набрал энергии бац сделал дамьянос мне кажется просто не ожидал что будет повторять маневр тем более не факт что он его видел что в режиме наблюдателя разумеется все видел но видимо не ожидал что сотник у него получится исполнить исполнил он общем то его хорошо честно будет посыпаться будут обвинение снова что на джойстик летает по-любому на джойстиках летают так ставим готовность 20 по итогам режима один на один да и вот собственно уже пошло про джей воды сливали тузов ребят ну хватит ну правда за глупости ребят носите сами на джойстик и попробуйте полетать просто серьезно говорит просто сядьте на джойстик и полетайте вы поймете насколько это головняк как вы уже но все на тихо тихо не ругаться не ругаться неважно цензурный нет третий дуэль собственно сейчас мы сейчас у поляков есть шанс переломить бой общую обстановку в свою пользу если они заработать одно очко дальше будет легче кто на час вылетает вейдер не вейдер ли часом и против кого раз увидим шмика скатилт выбор карты очень удачный так у нас жакал может шакал все таки я полагаю наверно шакал я прошу прощения если произнес не так против citizen а так citizen сразу же в набор шакал отвечает ему тем же ну достаточно умеренно там никаких 15 20 даже шакал выпустил на секунду дымы поприветствовал своего соперника думаю достойно уже уважение как минимум это очень приятно когда соперники сразу показывает что что в общем то ты не просто кто-то там он действительно готовы встречи друг с другом и ждете этого так а схождение лобовая разумеется без атаки потому что пока действует запрет сиди зон опять же начинает разворачиваться чтобы догнать шакала шакал уходит выше сейчас уже как повторяется по моему ситуация маневр дарта тот самый который мы видели в первой дуэли с маневр сейчас оба прострел вот но но нет 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 мимо чуть чуть не хватило энергии и ты знаешь если сейчас сити зону сейчас хватит энергии то он сможет неплохо отработать но нет не хватает но не не нет не хватает не хватает не казалось что он поздновато начался да ты знаешь мне тоже показалось что но не знаю может была перегрузка или что-то еще успел а вот сейчас вот вот смотри вот вот сейчас вот по-моему можно уже будет открывать огонь и собственно сизом видимо с нами согласен потому что он сделал вашей прострел немножко не попал точность хромать но он держится на шести и все-таки инициативу по-моему у учителя быстрая победа да я переключил скорость на шакала чисто 30 и в общем то в первом раунде это уже означает что у польской команды не осталось пфт если бы точно не осталось шанса чтобы вырвать это самое одно очко то есть в любом случае уже будет в худшем случае для велосипед 31 и самолет так пропал воздухе знатно в лучшем это будет 40 хорошо ждем эти не считать вылетвора формальность мнение мы не считай формальности но просто смотри волос переча себе обеспечили одну очку вот сейчас он обеспечивал своей команде 1 очка уже гарантированно понимаешь слушай в чате конечно нас происходит но просто какой-то беспредел значит такой очень что сошлись сошлись такие дворовые ребята знаешь там лет двенадцати-тринадцати там выясняют у кого папка круче там чей двор и чья улица кошернее ну ладно если выражение бога все стерпит в данном случае twitch я надеюсь что twitch стерпит почему не подписано да потому что потому что я рак ну потому что просто смотри я кидаю прямые ссылки на кибера просто кинул прямые ссылки кто с кем играет поэтому я не рассчитываю что это в твиче нас найдет все идет идет расчет на то что у нас будет через группу war thunder а там все написано поэтому на самом деле здесь дело в этом так готовность стоит готовность стоит господа кто не стоит а ну все смотри собственно все да вы будете вот 4 до 4 не будет да поэтому вейдер пока может отдохнуть 2 на 2 самые знаменитые двойки которые решают четверку что то что еще раз прости я прослушал те самые знаменитые двойки которые в принципе решают улет а ну не решает но под ним в общем то видно какая какова слетность команд видно что можно будет ожидать в четверках поэтому это да соглашусь но на самом деле четверки понимаешь я не знаю это вот почему такая особенность но бои 4 на 4 по крайне то что я видел да они всегда разделяются на двойки пьются почти в разных концах карты только потом уже спешат друг другу на помощь но это в этом турнире ну вот дайте чем по новым правилам в предыдущем турнире как не было ну вот да 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 просто так меньше хочется собачьей свалки нет было ты знаешь было я помню быстро пара тоже разбирались но так тем временем давай все-таки ладно лично не о том citizen dart против ночного кошмара и шакала закала ребята пожалуйста дорогие польские болельщики если вы болеете за pft просто напишите как читается этот ник просто чтобы не обижать человека если вдруг неправильно читаю шакал правильно или нет вот смотри кстати шакал и nightmare они разошлись в разные стороны пишут кардинально расходятся оси цена дарт пока идут вместе интересно так ну вот они уже видимо разворачиваться что мы сейчас мы лобовые что ли хоть мы увидим они на лобовые пытаются развести ребята или нет для чего это было возможно пытается решить так citizen сближается с шакалом сейчас лоб да суши будет лоб нет не будет будет не будет будет не будет да лоб лоб ой 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 шакал горит дарт дарт помог дарт помог доработал citizen тем временем а вот смотри ой как же они разошлись то как же посмотри вот вот это была ошибка они очень сильно разошлись игроки команды pft разошлись в разные стороны будет еще один лоб почти нет не лоб да ну немножко чуть не хватило я переключаюсь на nightmare который сейчас под огнем под огнем дарт который по нему видит огонь снизу у на этом уже сильные повреждения шакал кстати потух шакал потух надо будет посмотреть как не с движком но после того как мы увидим результаты атаки дартаньяна шакала пока работал шакал работает отлично вот видимо сети направился за ним дарт пропал маркер дарта но он же да вижу маркер дарта снова и на этом оторвается так и посмотрим может удар то есть какие-то повреждения которому мешают догнать и нет чисто чисто на этом проходит чуть выше дарт идет огонь и до минус карло минус 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 все а у шакала а у шакала слушание сильные повреждения он уже в общем то тоже земле сзади по нему постреливает citizen ну и бам-бам-бам-бам дымы от citizen а чистая победа а да ты знаешь в общем то нет а я не понял почему они все разошлись так в разные стороны слушание очень далеко посмотреть ребята просто не успели друг другу на помощь понимаешь просто шакал шакал первым получил до первым шакал получил шакал просто оказался ближе чем nightmare ребята сделали ставку на индивидуальные бои не упали ну как-то странно а зачем зачем так далеко было неужели какой-то ой дарт дарт сломал винт кстати водную гладь аккуратненько аккуратненько то сейчас еще засчитают ничью ну ладно шутка да красиво чисто разбили противника но во втором то бою может быть будет все и не так готовность матио скажи пожалуйста матио 346 как читается шакал или как ник игрока пожалуйста произнеси мне скажи мне напиши позвони 1 0 во втором в первом раунде режима 22 ждем второй раунд скинул слушаю смотри у нас просто у нас в чатике светится пол просто все звезды посмотри тузы до радлер ну точнее люди которые скрываются под этими никами может быть вообще никак не связанные но такое совпадение да кого настолько нет sky veterans так а тем временем кто у нас вылетает кто вылетает мордор мастера вижу дамьянос а против них агрокаджит и их и сотник правильно да да все правильно тебя интересовал перевод в личке с посмотрите на скину на сломку а я понял что спасибо тоже разлетаются в разные стороны слушаю а ну я не знаю как это странная тактика у них то есть один раз не сработал а второй раз сработает но рискуют ребята тем более что вылетит один на один они смотри а вот агрокаджит смотри сотник они сразу же пошли за мордором то есть они вообще наплевали на дамьянса дамьянс видимо это уже понял он возвращается но тем временем сейчас будет лоб скорее всего сотника да на кого заходит на сотника нет на агрокаджита по моему или нет все таки на сотника довернул прострел было были попадания скажите мне нет мне кажется не было ни у кого так агрокаджит вроде как может вот он чуть было не попал под мордор мастера агрокаджит цел работает за крылышками и нет мимо никто не попал так а тем временем там что у сотни какая-то движуха у него был на 6 дамьянс они сейчас разбились на двойки и ты знаешь по моему сейчас пфт в более выгодном положении ну мне так кажется вот судя по тому что по энергии хотя нет нет вот если у сотника я ошибся все таки не в более выгодном то вот у агрокаджит они все так однозначно они ребята уже спустились вниз и сейчас продолжать там крутиться это мордор конкретно и агрокаджит да все ниже и ниже по спирали так аккуратненько они уже практически на нули ушли да но это уже нули сейчас пфт пф по моему он доворачивает он доворачивает да довернет мне кажется может может чуть чуть ему пока не хватает но у агрокаджит у него все меньше маневра так сказать остается подожди это довольно таки неоднозначная ситуация ты сам знаешь смотри вот просто вот мы смотрим да у агрокаджита у него нет он может так достаточно долго крутить мордора другое дело что то рано или поздно начнет либо а доворачивать да либо кто то из них там столкнется но на самом деле сейчас агрокаджиту стоит просто оттягивать ну как я вижу мордора на себя и ждать пока пока сотника в общем результат схватки сотника с дамьянсом что там собственно решится схватка в нулях кто и знаешь вот кстати вот наверху ситуация противоположая там сотник чуть чуть не доворачивает до дамьянса если внизу это агрокаджит то наверху они поменялись ролями ну это знаешь вот все ближе и ближе я вижу мордор да и сейчас игроку команды придется все таки сделать выбор ну что пытаться кто поймать развести не знаю а дерево о да да развел развел все развел агрокаджит развел вот собственно то о чем я и говорил увлекся жадность да ну не жадность а просто понимаешь настолько да уже знаешь какое туннельное зрение включился и все не отпускает противника так а у сотника у сотника наверху тем временем ну собственно пока агрокаджит он то и не может реализовать преимущество то что их двое а потому что он на нуле да потому что он пока внизу и пока он наберет высоту на самом деле дамьян сможет на него спикировать единственное что его останавливает от этого действия это сотник сотник ну посмотрим ему бага каджита бы выбить а дальше дальше как карты ляжет потому что если сейчас агрокаджит который потихонечку уже набирает высоту пусть и без энергии но все же поднимается ему бы сейчас бы его попробовать ну хоть как-то зацепить чтобы вывести из боя дальше уже попробовать разобраться сотником один на один может там тоже поймать его на нулях резко спикировать все что угодно но лишь бы лишь бы не дать ребятам из вес возможность вдвоем забить одного дамьяноса так тем временем агрокаджит все выше и выше уже и вот сейчас будет наверно атака на него да а собственно он и решил все ну ты знаешь я думал что будет атака на агрокаджита но не агрокаджита на дамьяноса как-то это было как-то это было странно при этом он еще жив но тут наверное уже да все дымы и ребята из вал теперь зарабатывают три очка да одно очко общее да одно очко за режим один на один где на счет 3-0 и автоматическая победа валспирит и режим 2 на 2 где только что по результатам двух раундов валспирит также одержал победу при этом не потеряв ни одного самолета а в первом раунде я не помню упал подожди из вес или нет я не помню упал да а да ну нет но это уже ну нет это уже после боя да нет да тоже в сухую в сухую ну что 4 на 4 все решится тут дед из дед к кафеке был в тесе крайне мере на момент на его уход это я начальника отвечаю так ставим готовность но по идее помню сейчас будет 5 минутный перерыв где мы сможем спокойно обсудить или эмоционально сможем обсудить что же происходило вот в последние в последние 40 минут но чуть меньше боишь ли минут 20 что происходило в последние минут 20 товарищи давайте ну скажу так что пока я наблюдаю вот достаточно очевидное преимущество спирита ну тут скрывать нечего особо ну в общем то в общем то да наверное с тобой соглашусь потому что противники все таки выглядят пока неравными то есть может быть на самом деле это тактика да вдруг ребята просто поляки задумали что да окей мы сливаем в сухую один на один потом отдаем может быть отдаем 2 на 2 а ты знаешь кстати перерыва почему то не было 5 минут да вот но в 4 на 4 мы выкладываемся полностью и на дополнительные бои где соответственно ребята такого не ожидают и мы их разбиваем по-моему такое было на предыдущих кладиаторах у кого-то я такой что-то слышал честно не видел но слышал ладно а так знаешь что руки трясутся 4 на 4 решающий решающий бой по прогнозам скорее всего будут две двойки снова ну смотри поляки придумали нечто нестандартное видишь они пытались растянуть соперников потом как-то от этого уже плясать но вот видишь не получилось так nightmare домеянос мордер мастер шакал против них дарт илья вейдер престон и citizen так ну и и из ребята сразу смотри нет втроем даже в четвером не втроем дарт дальше дарт пошел в другую сторону смотри у нас сразу тройка тройка валдспиритов пошла влево если спать от них да а дарт играет свободно ну смотри а дарт один а куда они его бросили а там и мордор мордор с кем идет в паре подожди-ка мордор идет шакалом прям достаточно близко дистанция 027 ээээ так nightmare а ну собственно видимо я так полагаю могу предположить что дарт видимо это разменная монета будет сейчас то есть ребят сначала запиливают одну двойку да дамьяноса вместе с найтмэром а потом стараются вот такси атака по престону престон уклоняется но вроде бы было было попадание мне кажется да посмотрим да нет не видно просто непонятно были попадания так эээ смотрим 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 престон пытается довернуть до дамьяноса атака прострел эээ да пошло потекла хотел сказать охлаждение да ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй а престон то как подставился смотрите найтмэра никто не контролировал и вот итог престон горит слушай и вот им ситизен ситизен подвешивается ситизен подвешивается и атакует найтмэра найтмэра эээ ответное возгорание валспирит сразу же отомстили за престона так тем временем у нас там Илья Вейдер отправился на помощь дарту кстати да ребят все таки бьются два на два все таки два на два давай переключимся на дарта не надо потерять его вниманием он сейчас успешно умудрился противостоять другому слушай вот да он подбил шакал он при этом сам сам находится под огнем мордора который под огнем Илья Вейдера в доме который построил джек эээээ да в общем то ну смотри пока пока преимущество пока дарт выглядит плачевно дарт выглядит ты знаешь да у него сильные повреждения и хвостового оперения и вообще и у Вейдера кажется шесть ой 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 да вижу но при этом дарт атакует мордора и мордор горит но это пока еще понимаешь это пока еще ничего не дает и вот тут уже найтмэр вернулся подожди а вернулся найтмэр почему так ситизен живой и преследует Дамианоса а кто сбит кто сбит подожди Престон сбит все таки Престон да Престон догорел видимо Престон догорел и тем временем шакал шакал горит шакал горит а снизу найтмэр идет а внизу уже мордор мордор вышел из игры все так тем временем найтмэр преследует Дарта при этом сам же танцует под огнем Ильи Вейдера сейчас главное Ильи Вейдеру случайно не подбить Дарта потому что смотря тут достаточно плотно ну вот сейчас уже нет но еще секунду назад одна неверная очередь и можно было попасть по своему товарищу тем временем кто то пронесся мимо это был да это был Илья Вейдер поднырнул снизу идет вертикально вниз свечкой найтмэр под атакой Дамианос тоже устремился вниз и ты знаешь по моему да в небе у нас три игрока валспирита против одного найтмэра одного найтмэра да то есть потеряв потеряв Престона ребята ой все ну вот и все кто не скачет тот вечелый кит веселый спасибо ну я не скачу и сижу на месте собственно да а и наверное остается констатировать уверенную победу валспирита над командой ПФТ ребята нет ребята старались они даже показали этот нестандартный момент когда они разошлись в стороны но им все таки видимо чуть чуть не хватило техники по слетности кстати вот нормально было несмотря на тайминг отсутствие тайминга во втором раунде вот у первой пары да во второй то почти получилось просто там уже было на принципиальном уровне наверное стратегии была не самая удачная то есть отработали хорошо но задумка изначально была так себе вот но в четыре на четыре опять же уже валспирит были интересны когда отправили одного дарта против двух игроков он будет потом поинтересоваться что там будет послушать да я думаю как мы возьмем комментарии майор понь вы можете у кого нибудь может толкнуть и узнать по поводу может у польских команд есть ли кто нибудь русскоговорящий и тогда мы пригласим представителей двух команд было бы очень хорошо если бы мы смогли бы услышать да вырубит расспрашивать вот да можете просто толкнуть там почитать кто тогда понь майор ну а хорошо понь как тебе вот то что мы сейчас видели ну все-таки ребята опыта побольше на в этом симуляторе но результат 6 но это было видно то есть я на самом деле ожидал что ребята из пфт будут пытаться идти на лобовую да на мой взгляд это было у них просто как не единственный но самый реальный шанс победить через удал ну смотри ну вот собственно 6-0 6-0 так 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 есть у меня информация по поводу зайдет ли к нам кто нибудь майор пока работает нет как майор мне же не зайти к ним угу а вал спирита что нибудь ребята говорят там я отписался пока кто то нет ну хорошо да я знаю привет дарт ты на стриме слава бананам дарт ты на стриме пожалуйста поспокойней нас смотрит парни эмоции что я могу сказать ага так ну как тебе как тебе бои расскажи что это было вот я не знаю наши польские коллеги сейчас появится или нет а наши польские коллеги вряд ли появится ну у них есть кто нибудь русскоговорящий вообще ты заходил к ним да вряд ли нет ну ладно в общем тогда слушай тебе вопрос скажи что это было в режиме два на два это про то как я вписался в этот в воду нет это про то как что это была за тактика такая а может быть ты имеешь ввиду режим 4 на 4 не 2 на 2 когда они расстаскивали помнишь пары уходили в разные стороны имеется ввиду польские ребята они расходились в разные стороны майор майор фаниш ну поляки поляки полетели так как мы хотели серьезно хорошо ну поляки выбрали лучшую тактику именно для этого ну понятно для того чтобы поиграть с нами ну вот скажи что их подвело по-твоему их подвело наверное то что то что они по скилу были чуть чуть ниже чуть чуть вот а так так парни молодцы парни могли в этот как его да я немножко потерял слова я понимаю победу да этот сладкий вкус победы парни не смогли в скил в 4 на 4 в 2 на 2 у них было бы в принципе все хорошее если бы они не пытались растягивать в 1 на 1 ну вот как то так да да кстати пока еще никто не ушел я предлагаю всем кто смотрит этот стрим подписаться на мой канал потому что здесь в дальнейшем будут проходить стримы по гладиаторам ну и вообще по тундрочке по нашей любимой много почему так ну давайте тогда разбой прошел да дарт тогда мы тебя отпускаем спасибо тебе большое ребята показали хорошую игру передаю приветы да я передаю приветы коту персику я имел ввиду в смысле ребятам я имел ввиду ребятам да своим команде команде поздравление от нас погодите музыковая игра передавая приветы своим так своим привет сотнику привет да у себя в комнате дарт дай нам обсудить домой иди дарт дарт все домой дайте поспать уже 12 часов дня все иди уже иди иди а где я да это только что был капитан команды вал спирит на этом турнире это было интересно так тем временем я там могу спокойно уже поставить картиночку ладно по поводу значит поляков ну хорошо вот дарт высказал мысль что не хватило скилла ну наверное наверное да мне кажется таки просто сыгранности тут даже не скилла именно сыгранность подвела да нет все таки дарт прав нет дарт прав но просто извините у них и сыгранность была так себе просто вот в режиме 2 на 2 это было видно когда они вот растянулись тогда и вот и вот собственно ребята не сделали выводы после боев 1 на 1 ну ну знаешь по ходу по ходу перестроиться не у всех получается в принципе это ожидаемо как раз было поэтому вот ну собственно на этой позитивной ноте да ты знаешь тогда спасибо ребята спасибо понь спасибо майор спасибо командам которые сегодня сражались напоминаю что это была одна восьмая глади суперкубка гладиаторов сезон 2015 победил в этом бою Вал Спирит против не сражались против славной команды с ПФТ но оказались сильнее да ну что ж тогда наверное это можно думаю завершить стрим зачем быть излишне многословными спасибо большое подписывайтесь на канал всем привет пока